МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Брать на себя ответственность занятие не из лёгких, но иногда без этого просто не обойтись. Особенно, если речь идёт о месте, которое мы называем домом. Об особенностях коллективного управления общедомовым имуществом нам рассказала депутат Городской думы. Заместитель председателя Ассоциации советов многоквартирных домов Сарова Людмила Колотухина. Людмила Иргалевна, давайте просто обрисуем текущую ситуацию. Большинство домов Сарова находятся, ну, не сказать, чтобы в удручающем состоянии, не всё так плохо, но глаз явно не радует. Как вы считаете, почему так? Ну, наверное, потому что молодая девушка всегда выглядит симпатичнее, чем её бабушка. И в зависимости от даты ввода дом в эксплуатацию, мы видим в старой части нашего Сарова не всегда приличную картину по нашим домам. Очень большая проблема, стоящая перед нами, когда мы собирали материалы для календаря председателя совета МКД и решили, что на каждом листе будет отражено фото того дома, где председательствует наш активист, то это фактически оказалось нерешаемой проблемой. Как мы ни старались, да, красивых фото наших домов мы сделать не смогли. И исключение составляет новые дома, на которые приятно смотреть, и они радуют глаз. Мне уже сейчас понятно, что через 15-20 они тоже превратятся в нечто такое среднее. Вы сказали о девушках и бабушках, но даже бабушка может выглядеть замечательно, если относится к тебе соответственно. Применимо к нашим домам, тут, наверное, можно говорить об отношении жильцов как целостности, к своему имуществу. Скажите, пожалуйста, вот эта форма самоорганизации жильцов, для чего она нужна? Имеет ли она хоть какую-то альтернативу? Ну, как сейчас, например, есть управляющие компании. После процедуры приватизации мы дружно приняли для себя решение приватизировать свои жилые метры. И забыли о том, что с правом собственности на квадратные метры или приобретение квартиры во вновь строящемся доме. Мы обрекаем себя на целый ряд обязанностей, а не только прав. И мы должны помнить, что мы живем под одной крышей, на одном фундаменте, ходим по одним лестничным клеткам, и все эти элементы жилого дома называются общедомовым имуществом. И, получив право на определенные квадратные метры жилой площади, мы получаем и права и обязанности на содержание общедомового имущества. А поскольку мы живем в доме многоквартирном, то мы должны учиться принимать коллективные, коллегиальные, а самое главное легальные решения по управлению своим общедомовым имуществом. И никто за нас, кроме нас, это сделать не сможет. Людмила Галимовна, давайте пофантазируем. Как вы считаете, в России вообще возможно такая профессия, как домоуправитель, все-таки это тяжелая работа. Она требует знаний и навыков. Можно, например, домом нанять человека, чтобы он им управлял. Вел документы, искал оптимальные варианты. Я посчитал просто на вскидку. Вот у меня в доме 4 подъезда по 15 квартир, 60. Да, даже если по 100 скинуться, все равно не хватит. Но не обязательно же, чтобы один дом нанимал одного человека. Пускай одного будет несколько домов, как репетитор берет нескольких детей. Опять-таки, жилищный кодекс предусматривает несколько форм решения этих задачек. Если в многоквартирном доме не более 14 квартир, по-моему, то можно перейти на управление непосредственное. Можно собственниками, а мы в 2005-2006 году, практически поголовно во всем Сарове, приняли решение о выборе способа управления через управляющую организацию, которая и выполняет эти самые функции по управлению нашим общедомовым имуществом. И есть еще один способ. И для того, чтобы осуществлять эту деятельность по управлению общедомовым имуществом жилых домов, каждая из управляющих организаций, которая имеет статус юридического лица, должна еще получить лицензию на занятие этой деятельностью, поскольку есть очень много контролирующих служб, которые осуществляют контроль за проведением данной работы. Но есть еще третья форма. Это когда собственники на общем собрании принимают решение о создании товарищества собственников жилья или товарищества собственников недвижимости. Вот тогда они полностью берут на себя ответственность за распоряжение теми средствами, которые они ежемесячно из своего семейного бюджета тратят на содержание общедомового имущества. Это более сложная форма организации, которая требует от собственников большого навыка работы в коллективе, большого желания одного из собственников в доме или нескольких войти в состав правления товарищества собственников жилья, возглавить правление товарищества. К сожалению, практика показывает о том, что да, во многих, особенно новых многоквартирных домах создаются товарищества собственников жилья, но это является прежде всего и отчасти инициативой тех активных собственников, которые планируют в будущем, поскольку в данном случае работа оплачивается, получить дополнительное вознаграждение за свою деятельность, а для многих из них данный функционал становится и постоянным местом работы. Людмила Аргалевна, вы перечислили методы управления домом. Скажите, какая из них, на ваш взгляд, наиболее оптимальная, но применительно к Сарову? Дело в том, что, по-моему, 27 декабря прошедшего года Путин подписал изменения в законы о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, по которому предписывается до 1 января 2025 года ликвидировать в структурах государственных органах и муниципальные унитарные предприятия. А, как известно, около 700 домов у нас в Сарове многоквартирных сегодня находятся в управлении муниципального унитарного предприятия «Центр ЖКХ». Так вот, то, о чем так давно говорили частные управляющие организации, а это ликвидация МУП, фактически уже свершенный факт. И каждому из жителей Сарова, чей дом находится в управлении муниципальной управляющей компанией, в ближайшее время предстоит решать вопрос, какую управляющую организацию они будут выбирать, или они будут создавать у себя в доме товарищество собственников жилья или недвижимости. То есть их вынудят заняться тем, от чего они отнекивались? Ну, вот так складываются обстоятельства, да, что в ближайшее время нам эту задачку предстоит решать. Да, уже в прогнозном плане приватизации стоит МУП «Центр ЖКХ». Будет ли он распадаться на несколько управляющих организаций, по крайней мере, той, которая обслуживает старую часть города или новую часть города, пока никто не знает. Но в перспективе вот эта проблема будущего дня, которую... В общем, хочешь не хочешь, а саровчанам придется заняться судьбой своих домов. Это дело непростое, требующее знаний. Откуда знания получить? Из книг. Как раз одна из них сейчас лежит на нашем столе. Это методические рекомендации по планированию работы Совета МКД, которая была издана в вашей организации. Людмила Оргалевна, расскажите, что это за издание, как оно вообще появилось и зачем? Ну, я должна сказать, что еще в 2013 году по инициативе активных председателей Советов Многоквартирных Домов у нас была создана Ассоциация Советов Многоквартирных Домов. Она получила статус юридического лица, и с тех пор мы начали активно работать в Сарове. Нашей главной целью и задачами, прописанными в уставе, это информационно-просветительская деятельность. Поэтому нашим первым проектом, который уже работает в шестой год, является проект «Школа ответственного собственника». Каждый четвертый четверг месяца мы собираемся в библиотеке имени Маяковского и рассматриваем вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами. И вот в 2019 году мы подали заявку на конкурс, который был объявлен Общественным Советом Росатома и получили деньги на издание календаря председателя Совета Многоквартирного Дома и методические рекомендации по планированию работы Советов. Я хотела бы прорекламировать это первое издание. Если мы его будем смотреть, не знаю, как это будет, то мы увидим, что в разработке данного календаря принимали участие 12 председателей Советов Многоквартирных Домов. И этот календарь носит методический характер. На каждой страничке его мы пытаемся рассказать о тех работах, которые необходимо проводить дому для того, чтобы обеспечить его надлежащее содержание и придать ему тот самый приглядный вид, который бы радовал глаз не только жителей, но и всех горожан. Это такая пошаговая инструкция, да? Да, это пошаговая инструкция. Один из примеров формирования вопросов, необходимых решить в календарном году. Есть вопросы, носящие обязательный характер. К ним относятся такие вопросы, как обязательное ежегодное проведение общего собрания собственников, где они заслушивают отчеты управляющих организаций о том, какие работы были сделаны и сколько денег было потрачено на их выполнение. Можно вопрос, коротенький, а где это делалось? Прямо во дворе, что ли? Вот отсутствие инфраструктуры является самой большой проблемой. Если в доме 200 квартир, то провести собрание просто нереально. И мы уже давно говорим, что на пенечке, под грибочком, в песочнице такие важные вопросы просто решаться не могут. Поэтому, да, необходимо создавать в городе вот эту новую инфраструктуру, позволяющую иметь залы хотя бы на 100 человек в шаговой доступности от каждого жилого дома. Но у нас очень развитая инфраструктура, в том числе и культурно-развлекательных учреждений. Я, например, провожу собрание собственников своего дома в ближайшем доме, в центре молодежи. Слава богу, он у нас есть. Я думаю, что если председатели совета напишут соответствующее обращение в муниципальное учреждение и попросят их предоставить на безвозмездной основе, там, на два часа конференц-залы для проведения общих собраний, то отказа они не получат. Многие председатели у нас так и делают. Это аренда безвозмездная школьных актовых залов, учреждений культуры. То есть задачку решить можно, и она абсолютно решаемая. Но жилищный кодекс говорит, раз в год, пожалуйста, найдите возможность, соберитесь. Не собирается. Внесли изменения в жилищный кодекс. Отныне у нас общее собрание можно проводить не только в очной, либо заочной формах, но и в очно-заочной форме. Инициатор собрания, председатель совета, формируя повестку собрания, определяет дату, место и время его проведения. И если даже был благополучно решен вопрос об использовании большого конференц-зала, куда поместятся все собственники, проживающие в доме, тем не менее получить реально одномоментный сбор всех собственников в этом помещении еще пока не удалось никому. Поэтому, как правило, очная часть всех собраний не может считаться легитимной. Вот почему законодатель разрешил нам при отсутствии кворума на очной части собрания плавно перейти в очно-заочную часть. То есть, если в доме проживает 100 собственников, которые имеют 100% правом принятия решения, если 50% из этих собственников придет на очную часть собрания, и у них будет 50% под управлением общедомовым имуществом, то они могут и в очной форме принять решение. Голову сломаешь, ей-богу. Понимаете, дело в том, что голосуют не собственники. Вот вы собственник однокомнатной квартиры, я собственник трехкомнатной квартиры. При проведении очной части собрания не считаются наши поднятые руки, а считаются доли нашей жилой площади в общедомовом имуществе. У вас будет 0,1 доля, а у меня по причине трехкомнатной квартиры, упрощенно говоря, 3. Поэтому вы, поднимая одну руку, я поднимаю... А у вас сразу 3. А у меня сразу 3. Поэтому считаются вот эти голоса. И если эти голоса придут, допустим, вот как по моему дому, у меня есть трехкомнатные квартиры в доме и четырехкомнатные квартиры. Это вообще генерал. И гораздо больше однокомнатных и двухкомнатных квартир. Но если придут на собрание только собственники из трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, которые составляют только 30% от общей доли квартир, они имеют право принять решение. А мы совершенно забыли про то, что такое кворум, что такое принятие решения, что такое демократический централизм. У нас своя квартира. Все, что вокруг нас существует. Мы не ходим на собрания. А вот квартиры, трехкомнатные и четырехкомнатные, комнатные, как правило, там и живут там людям, возможно, более благосостоятельные, сорганизовались, приняли решение на общем собрании и установили размер оплаты за содержание в два раза выше, чем в прошедшем году. Что должны будут сделать жители однокомнатных и двухкомнатных квартир? Нет, они должны исполнить решение тех, кто принял данное решение, потому что их было большинство. По своей же вине по бездействию. Да. А кто будет виноват? Прежде всего, они же виноваты, потому что не пришли, не проголосовали. Поэтому законодатель предусматривает сейчас очно-заочную форму. И после обсуждения там на очной части голосования либо внутри какой-то группы или совета вопрос плавно переходит в заочную часть. При этом очень важно, как будут сформулированы вопросы по решению, внесенных в повестку дня. Потому что мы при заочной форме голосования можем голосовать только да, нет, воздержались. А формулировки – это великая вещь, в которой как раз и может быть зарыта собака. Людмила Роголевна, ну вот применительно как раз к школе ответственного собственника, где этому учат. Я же так понимаю, вы рассматриваете самые актуальные и важные темы, которые нужно знать каждому. На примере. О чем там идет речь? Ну вот давайте же все-таки опять вернемся к нашему календарю, поскольку именно в нем наиболее важные аспекты мы и постарались отразить. Итак, я закончила на обязательном проведении ежегодных общих собраний собственников. Затем к обязательным нормам и требованиям грамотного распоряжения частью своих семейных бюджетов, которые идут на содержание общедомового имущества домов, где мы живем, является наше с вами участие в плановых, обязательных весенних и осенних осмотрах. Если по итогам весеннего осмотра мы составляем планы работ по содержанию общедомового имущества, отремонтировать подъезд, отремонтировать цокольный этаж или козырек над подъездом, то после осеннего осмотра и составления актов мы отмечаем уже факт выполнения этих работ, а самое главное – это готовность внутридомовых инженерных сетей к эксплуатации в осеннем-зимнем периоде. Это все обязательные работы, которые мы доверили в основном управляющей организации, но при этом никто с нас не снял контрольные функции, функции заказчика этих работ, а в этом состоит наш кровный интерес, потому что, имея право продавать, завещать и наследовать, мы должны четко знать, что в условиях рынка себестоимость нашего квадратного метра находится в прямой зависимости не только от места расположения нашего дома, этажа нашей квартиры, но и от состояния общедомового имущества. А если мы будем находиться в спячке, то оно неизбежно придет в негодное состояние. Все ключевые вопросы, связанные с управлением общедомовым имуществом, как для домов, в которых избраны советы, где и не избраны, где управление идет ТСЖ, нормы и правила единые. Поэтому мы, наверное, найдем сейчас возможность разместить в электронном виде наш календарь на сайте городской думы и методические рекомендации. Мы, конечно, не можем всех собственников обеспечить бесплатными календарями и методическими рекомендациями, тем более по проекту, по 50 экземпляров их мы изготавливали для городов ЗАТО. То есть в каждый город ЗАТО календари отправлены, и мы таким образом пытаемся найти в структуре городов Росатома как можно больше наших коллег и соратников. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с депутатом городской думы, заместителем председателя Ассоциации Советов многоквартирных домов Сару, Ледмилой Колотухиной. Людмила Горьевна, большое спасибо. Удачи вам в вашей работе. И вам спасибо за внимание. Следите за календарем и приходите на занятия нашей школы ответственного собственника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова